До новогодних праздников осталось меньше месяца. Наступает жаркая пора поиска подарков родственникам и коллегам. Сотрудники правопорядка призывают сыровчан быть внимательными при покупке товаров в интернете. Чем ближе праздник, тем больше активизируются мошенники. А вот бдительность людей в предновогодней суете притупляется. Риск попасть на уловки фишеров возрастает в разы. Эти интернет-мошенники с помощью вредоносных программ могут получить доступ к персональным данным пользователей. Большая часть наших граждан, зачастую, заходя на своих гаджетах на какие-то странички, видят всякие роды спа, начинают по ним проходить посылки, что делать категорически запрещено, так как различные эти рекламные акции могут внести с собой вредоносные программы для вашего гаджета. Сот может позволить мошенникам воспользоваться онлайн подключенными счетами банковских карт и уже без вашего ведома мошенники смогут получать доступ к вашему счету и похищать деньги со счета. В сети интернет многих привлекают новогодние скидки и акции. Мошенники регистрируются в социальных сетях и предлагают по низкой цене приобрести товар или услугу. Самые распространенные объявления – это заказ поздравлений Деда Мороза и Снегурочки на дом. Созванивайтесь с лицом, которое его подало, и лицо вам объясняет, что в указанное время может привести праздник вашему ребенку и просит за это 100% предоплату. Не всегда это бывает так. Скорее всего, могут выступать мошенники, которые, получая предоплату, закрывают эту страничку и больше не контактируют с населением. Будьте внимательны о этих объявлениях, обращайте особое внимание. Также на уловки мошенников могут попасть и те, кто желает сам подзаработать в новогодние праздники. В основном это студенты и старшеклассники. С ним связываются некие граждане, просят прислать личную информацию, потом заключают псевдодоговор, что их устраивает, но за этот договор просят внести предоплату в районе 1000-1500 рублей, после чего страничка закрывается, и люди, которые хотели заработать, сами платят деньги за так называемый договор, и остаются обманутыми. Стражи порядка советуют горожанам не идти на поводу у любителей легкой наживы и не поддаваться на уговоры. Прежде чем оплатить товар или услугу, необходимо проверить информацию о продавце и прочитать отзывы. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Сару-24.